Назад, все это закончилось глубоким нокаутом. Андрадо очень хорошо подошел к поединку с ним. Изучил соперника правильную тактику. Но к бою с вискарди Андрадо в идеальной форме сказал, что подошел Александр. 16! В синем углу ВС из Бразилии, город Сан-Паулу. Ему 35 лет. Рост 183 сантиметра, вес 83 килограмма, 800 граммов. Профессиональный рекорд 27 боев, 20 побед, 7 поражений. Бойцовский клуб Сити Вискарди. Встречайте! Вискарди Андрадо! Его соперник в красном углу из России представляет город Омск. Ему 34 года. Рост 180 сантиметров, вес 84 килограмма, 450 граммов. Профессиональный рекорд 69 боев, 57 побед, 12 поражений. Команда «Новый поток» Александр Шлеменко! Рефери Марк Городт, Великобритания. Рефери Марк Городт, Великобритания. Великобритания Александр, exactly what I expect. If you want you to fight hard, please fight clean. If I tell you to stop, you stop. If you want to touch, now is the time. God bless. Начинается первый раунд. Пластическое противостояние левши против правши. Как всегда, Александр Шлеменко идет вперед, поджимает. Андрадо полегче двигается на носочках. Вот, Александр же, так сказать, сленгово по-бойцовски, окопавшись на ногах. Поджимает. Жесткий мидл-кик в корпусе, уши рад Шлеменко. Очень жестко бьет Александр. Каждый удар просто максимально вкладывается. Поменял стойку Александр и сразу же Андрадо полетел на него, потому что, когда бойцы меняют стойку, ты можешь очень хорошо атаковать, так сказать, в чужой стойке. Но, как правило, есть проблемы в защите. И люди начинают наступать назад, ноги путаются. Там успел, кстати, прикрыть голову руками Шлеменко. Да, и поэтому Андрадо, сразу увидев, что Александр поменял стойку, ломанулся вперед. Спокойно, Саша, спокойно, если это. Он пойдет. Поменял стойку, такое чувство, что готовит с разворота. Да, пропускает Шлеменко. Опасно. И работа Андрадо. Два колена. Да, очень видно было, что Шлеменко готовит этот удар с разворота. Мощно работает локтями Андрадо. Просто шквал ударов от Андрадо. Очень тяжело Шлеменко. Отступает Шлеменко. Мы надеемся, что он восстановился. Но очень жестко кинулся Андрадо. Нужно зацепиться сейчас Шлеменко. Просто зацепиться. Очень размашистые удары к колене. Очень тяжелые попадания. Нужно уходить от сетки. Уходить от сетки нужно Александру Шлеменко и поклинчевать. Попытаться просто поклинчевать. Ох, вот это раунд. Валютольный раунд пока что. Да. И опять же отвечает коленом в голову Шлеменко. Андрадо будет действовать так, как действовал. Да, вроде бы пришел в себя Александр. Но он прям летит рубиться. Я не знаю, хорошо ли это в данной ситуации. Может его поймать, может его поймать Андрадо. Очень, потому что размашисто бьет Андрадо. И очень тяжелые у него удары. Мажет бэкфистом Александра Шлеменко. Но он уже съел от бразильца изрядно. Изрядно напропускал. Но про несгибаемый характер, про который Алексей говорил. Да, тяжелые удары, конечно, от бразильца. Пошел рубиться Шлеменко. Двигается Андрадо. И, честно, мне кажется, что есть небольшая растерянность. Он, мне кажется, думает, что как восстановился Шлеменко после того, что было пару минут назад. Еще две минуты до конца раунда. Очень длинный раунд для Александра. Очень. Ну и смотри, подвымахался Андрадо. И идет туда. Конечно, потому что очень много тяжелых ударов он кинул. Это забирает кучу сил. А сейчас вот эта пауза в борьбе, она на пользу Александру. Он восстанавливается. Навстречу слева попадает Андрадо. Да, восстановился Александр. И пошел вперед. Мне кажется немного, что Андрадо чуть вымахался. Вы правильно сказали. Он берет паузу. Он садится на велик. Пропускает колено в голову. Ох! Опять попадание вскользь. Очень-очень валидольный бой. Очень опасный. Что с одной стороны, что с другой. Там бомбы летят просто. Хорошее попадание по корпусу левой ногой от Шлеменко. Руки поднял. Руки выше, Старш. Руки, руки. Слышит Александр свой угол. Колено в голову. Отвечает. Вернул колено в голову сейчас Шлеменко. Задышал Андрадо. Задышал Андрадо. И 30 секунд еще до конца раунда. Попытаться забрать концовку? Или просто успокоиться сейчас? Вы знаете, я вам так скажу, что во второй половине раунда Шлеменко отчасти выровнял ситуацию. Потому что он восстановился, пошел вперед, начал перехватывать инициативу. Все расторожно. Может быть, с минимальным преимуществом этот раунд отдадут Андрадо. Но мне интересно посмотреть второй раунд, потому что Андрадо... Тейкдаун, но хорошо, что заканчивается раунд. Да, очень хорошо, что закончился раунд, потому что здорово, воспользовавшись клеткой... Ну, тут больше не воспользовавшись клеткой, а врезавшись в клетку, Андрадо получилось сконтрить этот перевод. Но я скажу так, в первом раунде победу отдадут Андрадо 10-9. Но очень вымахался Александр... Ой, извиняюсь. Вымахался Бразилиц. Вискарте Андрадо. И очень интересно посмотреть на второй раунд, потому что Александр, как правило, только разгоняется ко второму-третьему раунду. Поэтому он так любит пятираундовые бои. Посмотрим, что будет дальше. Вот смотрите, повтор. Практически на выбор работает Бразилиц. Еще видно, что он реально вкладывается в удар. Он доворачивает пятку. Он вкладывался в каждый удар, Бразилиц. Но на эмоциях. Эмоции как бы овладели. И очень много ударов по защите. Мы видим, да, 10 секунд до конца отдыха. Бразилица приводит. В прямом смысле приводит в себя. Он очень тяжело дышит. А Александр, не дождавшись окончания перерыва, скачал на ноги и готов ринуться в бой. Угловые сейчас подсказывают Александру спокойно, спокойно. Не надо сразу лететь. Надо работать технично. Ну пожалуйста, вот первая же двойка сразу же от Александра. Я вам говорил, да, второй раунд. Второй раунд, да. Сейчас посмотрим. Не ожидал Андрада такого спорта. Вот сейчас Бразилицу нужно включать велосипед. В этом весь Шлеменко. Он выжил в первом раунде. И вновь проявил свой просто несгибаемый характер. Вот эту волю к победе. Опасность сейчас чиркнул слева эскарди Андраде. Колено в голову от Шлеменко. Но все равно Андраде представляет угрозу. Да, опасность. Защищался от тейкдауна Шлеменко. Перевел соперника Патерса. Я вам говорил, да, в начале боя. Вопрос, кто первый кинется в борьбу. Это Андраде. И встает он очень тяжело, кстати. Вот ощущение такое, что действительно, да, все-таки бразилец выглядит более уставшим. Отличное попадание право-боковым. Сейчас. И да, конечно, очень плотно бьет Шлеменко. Уверенно доминирует в этом раунде. Но еще раз повторюсь. Хороший. Хороший сейчас был. Отличный удар с разворота от Шлеменко. Но нельзя расслабляться. Нельзя. И справа достает он бразильца. Да, эскарди Андраде сейчас сам в тяжелом положении. Примерно в том же, в котором был Александр Шлеменко в первом раунде. Три минуты. Очень, очень. Еще много времени до конца раунда. Попытался постечь сейчас Шлеменко соперника. Андраде устоял. Поддержка зала. Вы слышите, друзья, Саня. Поддержка просто сумасшедшая. Еще один удар с разворота. Точно. Попытка от Андраде. Нет, я думаю. Он уже обессилен. Я не вижу возможности для перевода с таким проходом перевести Шлеменко на канвас. Это не представляется возможным. Неподготовленный был проход. Шатает бразильца. Бэкнист от Александра. Еще две минуты времени вагон. Очень много времени. Попыткает Саша. Вот так. Попыткает Саша. Попыткает Саша. Попыткает. Попыткает. Испортить, да. Это просто надо смотреть и наслаждаться. Можно просто слушать угловых Александра Шлеменко. Которые уже охрипли просто. Попыткает. Попыткает. Хорошо попадает Александр. Спорт. Все удары в цель причем. Даже не по защите. Все в цель. Надо, конечно, отметить, какая крепкая голова у Андрада. Он столько чистых уже ударов пропустил. Да, да, да. Один раз за карьеру проигрывал техническим нокаутом из семи поражений Андрада. Пытается, пытается Андрада что-то сделать. Но пропускает чистые удары. Да, функционально Шлеменко прекрасно готов. Надо разорвать этот клинч, потому что он идет, да, на пользу Андрада. Он отдыхает в этом клинче. Согласен. Ну и Александр тоже решил взять паузу. Но есть подозрение Алексея, что ждет нас третий раунд. Хотя есть еще секунды. Да, не сбылся мой прогноз, потому что я знаю, что Шлеменко выиграет техническим нокаутом во втором раунде. Но осталось 10 секунд. У Андрады просто нет сил уже воспользоваться ситуацией. Бразильцы шатают. Да, вы знаете, потратить силы за 10 секунд до конца раунда на переход в партер. Может, это и не имело определенного смысла. Ну, давайте я дадим должное бразильцу. Выжил. Да, он выжил, он очень терпелив, и у него есть характер. То есть он приехал сюда биться. А не заработать. Ну, он, кстати, говорил сам в интервью, что я приехал в Россию не для того, чтобы проигрывать. Ну, в принципе, он оправдывает свои слова делом, потому что первый раунд был прекрасен в его исполнении. Ну, и в исполнении Александра опять же его стойкость, его дух. Второй раунд Александр просто обрушил шквал ударов на него. Но он выжил. Остались ли у бразильца силы на третий раунд, потому что Александр уже на ногах. Да. Функционально Александр готов прекрасно. А бразильец, конечно, очень сильно вымахался и функционально просел. Прекрасный апперкот с передней руки. Попадание по корпусу. В состоянии бразильца сейчас каждое попадание по корпусу может стать фатальным. Хотел сразу в роту попасть Александр Шлеменко. Получилось. Очередное попадание по корпусу. Мы знаем, любит Александр пробивать по печени. Двойка в голову от Шлеменко. Не одного человека он уронил этим ударом. Отличное колено. Поплыл бразильец. Пошел Шлеменко на добивание. Очень-очень тяжелые удары. Времени еще очень много. Издевается бразильец как может. Пытается выигрывать время. Ох. Шлеменко работает стоя. Разбивает бразильца. Там удары уже не такие четкие, как были в стойке. И рефери поднимает бразильца в стойку. Да, конечно, сила у бразильского спортсмена уже на исходе. Да, так сказать, бензобак уже пуст. Но, тем не менее, держится. Еще держится. Хотя у Александра времени очень много. Все, все, что вылетает, лучше Шлеменко, все в цель. Бразильец даже не делает попытки защищаться. Да, я восхищаюсь стойкости бразильца и крепости его головы. Сколько же ударов, тяжелых ударов он пропускает. И он все еще на ногах. Я даже больше скажу, он еще в нокдауне не был, он ни разу не упал. Ну, может быть, был в стоячем, но, как минимум, он не дал вида. Не показал, да, вида. Попытка прохода в ноги от бразильца, ну, такая немножко беспомощная, я бы даже сказал. Очередное попадание по корпусу. До сих пор полраунда прошло заключительного. И бразилец все еще представляет угрозу. Вот эти его периодические отмашки даже слышно. Мы просто, так как мы находимся рядом, вот эти удары кость в кость, они несут угрозу. Сейчас ушел джеба навстречу Шлеменко. Шлеменко. Очередная двойка от Шлеменко. Колено в корпус. Там даже в грудь пришелся удар. Пропускает тяжелый левый боковой сейчас Андраде. И еще один. Ну и... Сможет ли Александр закончить бой досрочно? Да, Александр показывает, вставая в стойку. Там не было попадания в Андраде, просто он уже падает обессильный. Но Александр все правильно делает. Он не лезет в партер, где, так сказать, есть время передохнуть для Андрада. Он призывает продолжить бой в стойке. Пропускает тяжеленный удар. Все! Да, это нокаут. Александр Шлеменко. Третий раунд. Ну что, Бруно Силва, на тебя уже выстроилась очередь из реваншистов. Ну, у Бруно Силва есть контракт с другой организацией. И он, не скрывая, говорит, что после защиты титула он будет драться. Он хочет в UFC. Так что я думаю, что этот реванш невозможен. Пока, в ближайшее время. Нам показывают, только что показали супругу Александра. Ну что ж, наши поздравления Александру Шлеменко. Отличная победа, яркая. Непростая победа, если вспомнить первый раунд. Да. Тем не менее. Ну, такие победы гораздо дороже, ценнее. Ну и огромнейшее уважение в Вискарде Андраде. Я считаю, этот парень свой хлеб ест честно и заслужил. Да, надо дать ему должное. Он очень крепкий боец. И я уверен, если он продолжит выступать в России, то весовой категории 84 килограмма никому не будет с ним легко. Ну, исходя из этого, я бы, кстати, может быть, даже глянул бы бой Андрады Фролов. Но это уже так, мои матчмейкерские хотелки псевдо. Почему бы и... Ну, хотя, Артем, сейчас после победы, Андрады после поражения, не знаю, имеет ли смысл этот бой. Ну да. Но он был бы зрелищным. Да, сто процентов. Только если исходя из этого. Друзья, мы ждем официальное объявление победителя. Вашему вниманию самые яркие моменты завершившегося поединка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дамы и господа, на третьей минуте 37 секунде третьего раунда Победу техническим нокаутом одержал Александр Шлеменко! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА